всем привет это тип топ тв и я марина и сегодня я хочу вам предложить растопить самовар кто не знает посмотрит а кто знает разожжет его вместе со мной и выпьет виртуально чашечку чая прикатили наконец весенний лес аж запахалась немножко ну и сейчас хочу собрать шишек тут сосновые шишки еловых мало встретиться вот хочу собирать шишек для растопки самовара потому что конечно все знают что в самоваре чай совсем другой получается вкус воды и чая вот поэтому нужно шишечки заготавливать вот их сколько много пусть они небольшие вот такие но как раз самое то для растопки плюс лучины еще они они и и и и А вот и елка. Вот они еловые. Сейчас тоже наберут. Будет душистый чай. И от такого огня самовара вода становится мягкая, полезная. Чай душистый. И напишите, кто пробовал чай из самовара. Почувствовали ли разницу между таким чаем и чаем из электрочайника. Я хочу вам предложить растопить самовар. Для этого нам потребуются шишки, которые мы собрали в лесу. Тут шишки и сосновые, и еловые. Любые совершенно. Они нам пригодятся для розжига. Затем лучины нужно наколоть. Вот желательно березовые лучины. Вот они здесь даже с корой попадаются. Бумага. Также труба. Для того, чтобы создать тягу в самоваре, чтобы лучше он растапливался. И, конечно же, нам понадобится сам самовар тульский. У меня очень-очень старый самовар. Даже не знаю, какого года. Тут еще медали на нем. Написано РСФСР. В некоторых местах он даже чуть протекает. Но это неважно. Главное, что сама идея чаепития из самовара настоящего русского. На дровах, на шишках. Это ароматный чай получается. Мягкая очень. Вода. Мягкий чай. И, конечно же, это даже своего рода философия. Для начала нужно снять корону у самовара. Затем снимаем верхнюю крышку. Естественно, я заранее промыла самовар. От пыли, от всякой всячины. И заливаем воду именно в отсек для воды. Закрываем крышку. Устанавливаем его назад. Все проверяем. Так, теперь. Для того, чтобы наш самовар быстрее занялся, мы бросаем угольки в специальное отделение. Вот здесь труба посередине. Там у нас будет самое пекло. Вот уже, посмотрите, пошел первый дымок. И теперь туда мы забрасываем шишки. Также пару лучинок. Можно именно с корой березовой. Она как раз будет поддерживать горение. Вот так. И продолжаем туда бросать шишки. Вот так. И обязательно нужно поставить вот такую трубу для хорошей тяги. Вы сейчас увидите, будет прямо из нее вырываться пламя. Настолько тут будет сильный жар. Вы посмотрите, какая уже началась тяга. Внизу, посмотрите, есть поддув. Видите, отверстие это как раз для того, чтобы сюда проходил воздух. И поднимается, поднимается тяга. Вот этот вот дым выходит через трубу. В какие-то моменты будет отсюда вырываться пламя. То есть специально должна создаться такая температура для того, чтобы вода начала кипеть. Смотрите, какая тяга. Оттуда вырывается очень сильный огонь. Все шкварчит, трещит, даже какие-то пощелкивания. Вот. И можно еще будет потом добавить или шишек, или лучины. Вот, послушайте, какие звуки доносится из самовара. Сейчас он еще сильнее будет разгораться. Разгораться нужно добавлять еще туда топку лучины, шишки. И уже скоро, совсем скоро он закипит. Оттуда даже уже искра и пламя вырывается из этой трубы. Вот, видите, красное пламя. Вот, вот, вот. Языки пламени. Так что температура там ого-го. А смотрите, какая красота творится внизу. В том месте, вот где у нас находится поддувало, что ли, наверное, так называется. Как раз над лапками самовара. Видите, какие там огоньки красненькие, угли. Вот идет, идет процесс. Ну вот, уже вот-вот закипит. Внизу все красное, все шкварчит, шипит. Еще добавлю шишечку. Оп. И вот-вот уже будет вырываться пар. Вот из этого как раз отверстие. Ну вот оно и долгожданное кипение. Наконец-то. Все кипит, шкварчит, бурлит. Все. Хотела сказать, выключаем чайник, но не так-то просто это сделать. Теперь мы будем уже разливать кипяток в заварной чайник. А затем уже разливать чай по чашкам. Вот, убираем трубу для поддува и он уже будет поспокойнее подогреваться. Вот, оденем корону. Вот, на улице постепенно стемнело. А поскольку самовар дымит и никакой нет возможности занести его в дом, поэтому я перелила кипяток в керамический чайник и буду разливать уже из него. Так удобнее, я считаю. Вот. И сейчас я вам хочу показать, какой обычный травяной чай я делаю и какие чаи мы обычно пьем. Я собираю травы летом, весной, осенью. И у меня получаются вот такие коробочки небольшие, из которых уже можно составлять травяной чай, именно какой вам подходит на данный момент. Самое главное в травяных чаях, что, во-первых, вы должны знать, какие травы вам противопоказаны. Это самое главное, потому что, например, при сахарном диабете, при беременности, при гипертонии очень многие травы противопоказаны. Поэтому, в первую очередь, ознакомьтесь, пожалуйста, с этим, чтобы не навредить своему организму. Затем в чае должно быть обязательно нечетное количество компонентов. То есть, или три травы, или пять, или семь и так далее. Вот у меня есть такая коробка. Это у меня осталось с прошлого года еще заготовленный. Видите, уже некоторые заканчиваются. Здесь, в основном, основа чая моего травяного. Это иван-чай. Вот здесь листочки, это ферментированные, поэтому они такие темные. Другое название иван-чая, это киприю скалистный. Наверняка многие знают эту траву. Кто не знает, наверняка видели, везде растет. В полях, лугах, даже перед домом у многих. И можно заваривать чай и из соцветия, и из цветочков, и из листьев. Вот, также можно его ферментировать, а можно и не ферментировать. Кому как больше нравится. Вот эти темные листочки, это ферментированные. Здесь у меня есть, вот, не ферментированные. Вот здесь у меня смесь разных трав. Вот так выглядит не ферментированный. Вот, видите, просто зеленого цвета. Вот они, продолговатые, такие длинненькие листочки. Это не ферментированные. Кому как больше нравится, кто как больше признает. Затем, также можно собирать и нужно вот соцветия, цветочки. Они вот такого сиреневого цвета уже практически все закончились. Затем зверобой, тоже высушенный, измельченный, мята. Также можно лимонную мяту заготавливать, она называется мелисса. Также здесь у меня листья лесной земляники. И что еще? А, здесь еще вот совсем как пыль уже остались, цветки липы. Вот это уже совсем-совсем подходит все к концу. Надо пополнять запас. А здесь у меня целый сбор разных-разных. Иван-чай, затем зверобой, мята, чабрец, душица. А, вот листья брусники. Затем листья, не помню уже клала или нет, черники, возможно, еще есть. Естественно, листья мята, земляники. В общем, сборы вы можете сами делать, такие, которые вам подходят, которые вам нравятся, которые придают вам сил, бодрости, настроения и, конечно же, здоровья. Например, в Иван-чае, то есть в Кипре, очень много витамина С. Также он снимает напряжение, нормализует сон, лечит головные боли. Он обладает противовоспалительными свойствами, жаропонижающим, антиоксидантным свойством. Мята или милиса содержит ментол, аскорбиновую кислоту. Также она обладает противовоспалительными свойствами, желчегонными. Листья малины обладают жаропонижающими свойствами, патагонными, противовоспалительными. Также иммуностимулирующее действие. Но чай из листьев малины нужно избегать употреблять при беременности, потому что они обладают тонизирующими свойствами, что совершенно нежелательно именно при беременности. В листьях земляники тоже очень много витамина С. Еще очень интересное свойство у зверобоя. Трава зверобоя, чай зверобой, он запускает целую цепочку жизненно важных процессов в организме. Были или не были, древние римляне верили, что если в полночь в сосновом лесу человек наступит на зверобой левой ногой, почему-то именно левой, то перед ним окажется сказочный белый конь, который унесет его в сказочную страну чудес на всю ночь. И с невероятными возможностями. Ну не знаю, пробовал ли кто наступить левой ногой, эта история неизвестна, история умалчивает. Также листья брусники, листья черники очень легко собрать, если у вас в лесу растут эти кустики маленькие. Они тоже обладают противомикробными, антивирусными. Например, листья брусники снижают даже сахар в крови. Также они повышают иммунитет и продлевают молодость организма. Конечно же, все эти травы это не панацея от болезней. И во всем нужно соблюдать меру. Это мы все знаем. И все нужно делать, естественно, без фанатизма. Вот, например, как я завариваю чай травяной. Поскольку нужно обязательно нечетное количество трав добавлять в чай, значит, что я возьму. Основа у меня всегда идет иван-чай или кипрей. На этот раз я возьму именно ферментированный. Я беру руками, потому что мне так нравится. Трава передает все-таки какую-то энергию, свою энергетику положительную. Значит, вначале кладу иван-чай. Это первый компонент. Затем щепотку зверобоя. Немножко мяты. Кладу еще цветы кипрея. Поскольку листья и цветы кипрея, это можно сказать, что один компонент. Значит, он считается как один компонент. Значит, у нас один, два, три, четыре. Это будет лист малины. И еще положу вот из этого сбора. Здесь у меня листья брусники и черники. Положу совсем чуть-чуть. Вот так вот сделаю. Вот. Получается пять компонентов. И заливаю кипятком. Кипяток у нас из самовара. Вода мягкая. Полезная. Ждем. Можно накрыть полотенчиком. И такой чай можно принимать и после бани, и после сауны, и просто после долгого тяжелого дня. Для того, чтобы расслабиться, успокоиться, чтобы организм восстанавливался. Также такие чаи помогают при заболеваниях. Они повышают иммунитет, тонизируют, иммуностимулируют. Можно принимать в комплексе, конечно же, с медом. Прошло около 10 минут. Я думаю, чай вполне заварился. Можно воспользоваться ситечком для того, чтобы трава не попала в чашку. Аккуратно наливаем, не торопясь. Во время чаепития нужно расслабиться полностью. Ни о чем таком суетном не думать. И спокойно пить этот напиток, который нам подарила природа. Я вам желаю здоровья крепкого-крепкого. Принимайте обязательно, пейте чаи травяные. Это очень полезно и укрепит ваш организм, нервную систему, ваш иммунитет. И продлит вам, конечно же, молодость. Ну а если вам было полезно или интересно мое видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Потому что, возможно, впереди вас ждут много интересных, полезных видео для вас. Всем пока и оставайтесь со мной.